здравствуйте дорогие друзья рад вас снова приветствовать на канале геомир сегодня у нас уже зима декабрь наблюдаем с вами луну ну и поговорим о некоторых интересных фактах о луне как обычно вот несмотря на то что луна представляет собой безжизненную как бы такую планету до некоторые ученые говорят что но не может быть это спутником эта планета даже так и есть они происходят некие такие вот геологические активности то есть это лунотрясение можете представить что на луне происходит лунотрясение как на земле землетрясения в принципе вот эти землетрясения как так называемая дрожь планеты называют лунотрясениями естественно да это же не земля луна так и должно быть вот первые три типа лунотрясений называются воздействиями метеоритов и тепловой энергии солнца то есть от солнца все происходит в результате воздействия солнечного света определенные такие лунотрясения находятся да луна плывет она очень высоко меньше штатив так стоит поэтому к сожалению вот такие вот получается съемки приходится каждый раз регулировать так вот эти мелкие лунотрясения могут длиться где-то достаточно длительное время и достигать даже там пяти шести баллов по шкале рихтера представляете ну достаточно серьезные лунотрясения могут длиться допустим там 10 минут а иногда и намного больше вот очень странно конечно же это явление чем она связана тоже не очень понятно такая вот наша загадочная луна так вот помните может быть кто постоянно смотрит мои ролики мы говорили с вами о зеленой кайме по луне скорее всего она и возникает из-за того что происходит вот такие лунотрясения периодически на ней может быть это связано как вы считаете пишите обязательно в комментариях я думаю что скорее всего это явление связано с таким вот определенным определенной дрожью луны скажем так такая у нас сегодня на красавица дайте может быть поближе подлетим к ней посмотрим пройдемся как обычно по линии терминатора а такие вот виды смотрите как здорово смотрятся кратер просматривается здорово вот тут смотрите какие светящиеся точки такие на море спокойствие да выходит с эти какие огромные горы там просто обалдеть же по верхней части так вот пройдемся поглядим сейчас этот полосам не всегда тоже интересует что же такое сколько читал искал так и ничего не нашел что это за полосочка такая связано с падением метеоритов как нам обычно скажут сейчас может быть информация есть какая-то я особо как ты не смотрел ее но вот сколько не читал про эту полосочку нам ничего не говорят очень высоко луна зима и приходится задирать просто-напросто аппарат мой чтобы рассмотреть но вот как его не фиксирован все равно будет ползти из-за затяжки на штативе вот такие вот красивые у нас кадры сегодня друзья не то что летом с другой стороны просто вот находиться на улице невозможно минус 10 сейчас снега у нас нет вообще центральное черноземье очень холодно но решил все таки выйти поснимать и записать вот такой вот ролик в зимнее время никогда не снимал просто пытаюсь сделать сегодня такие кадры ну и рассказать как обычно какую-то историю вот такие вот друзья виды так ну этот ролик буду заканчивать пока пишите комментарии свои что вы думаете по поводу лунотрясений на самом деле они происходят либо это выдумки наших ученых как всегда я думаю что все-таки это происходит потому что не могут быть планету так спокойно находиться и не влиять на них допустим тот же солнечный свет опять же какое-то воздействие из космоса скорее всего это происходит вот зеленая кайма которую часто люди видят как раз связано с лунотрясением